друзья всем привет у нас вот такое вот сегодня утро доброе на берегу реки вот кстати ребята с немецкими номерами из казахстана с германии приехали сюда тоже рядом с нами сегодня стояли вот наш автомобиль у нас сегодня здесь пикник был вчера тоже туда приезжали рыбаки рыбачить а здесь вот стоит такая любопытная машина тоже с немецкими номерами и вот видно что у человека здесь сад огород вода вот он набирает воду то есть он здесь поселился по всей видимости основательно бутылки у него там здесь он белье сушит и вот живет с двумя собаками номера немецкие в этой машине у него там солнечные панели правда он стал так прям под этим под деревом но все равно круто у него туда тропинка здесь все уложено уставлена вот стульчик 22 велосипеда и вот это мостик вот этот вот древний который я вам вчера показывал разводной и вот этот вот мостик место просто идеальная чистота чистейший воздух птички речка здесь конечно не покупаешься но все равно наши вот заключительные деньки потому что за сегодняшнего дня мы сейчас возвращаемся к морю будем по морю ехать а еще здесь это целая куча этой ягоды растет просто немерено ягоды очень много но здесь его вобрали но можно зайти пособирать вот она это ягода мы собрали целую банку большую ну круто мне прям очень здесь понравилось бывают такие места что примут суперский вроде бы она на первый взгляд такое неприметное но здесь какая-то такая энергетика атмосфера тихо спокойно никакой суеты никакой никакого шума гамма городского ничего такого нет в общем мы кайфовали вот так проезжаем рядом с марселем недалеко от него есть вот такой вот мост это вот по центру центральная башня она удерживает этот мост полностью весь и этот мост когда сюда проходит какой-то здесь корабль или еще что-то он делает поворот то есть пропускает корабль то есть открывает верхняя часть поворачивается у него там все застроено здесь такая арка и она центральной части поворачивается а вот новые уже современные мосты они вот высокие строят а вот мы сейчас как раз едем по вот этому мосту который я вам показал он является частью магистрали а 55 но он бесплатен бесплатно по нему можно проехать во франции можно часто встретить все такие машинки причем всякого разного класса и девушки на некоторых ездят мужчины и они прям любят эти ретро кары ну и как наверное во всех странах еще вам хотел сказать сейчас проезжали и на дороге видимо у грузовика вывалилась или балета или еще что-то и прям вот это все в щепки в гвоздь и все все вот так вот они еще здесь едут во франции кстати вот сколько мы ездили стран самые вот такие какие-то беспечные водители самые самое мало они дистанцию держат какие-то такие даже агрессивные встречаются и вот они все куда-то спешат и две машины я уже видел в кувейтах валяются здесь они прям скоростной режим не не выполняют и это же много людей приезжают откуда-то там с германии тоже куда-то несутся торопятся и в общем мне говорят типа зачем тебе такие колеса вот бывает такой вот на дороге валялась по лето я как бы по ней проехал даже не почувствовал начала был бы была бы какая-то резина низкопрофильная или еще что-то она уже и гвоздей и палок боится и всего и устали ко мне естественно мы подъезжаем марселю начинаются вот эти типичные скалы его здесь море очень красивая парке тоже есть видели моря южную часть в общем европы катались по центру катались по северу сколько наверно недели две наверно как минимум и вот наконец назад вернулись температура опять поднялась до 30 градусов дождей нету ветра нету ландшафт тоже такой суховатый в общем будем купаться загорать по возможности во первых 30 минут всего лишь бесплатно во вторых 2 метра везде эти барьеры и еще бывает метр восемьдесят и метр девяносто еще бывает метр девяносто я наверно проеду а метр восемьдесят уже скорее всего нет я заехал только чтобы вам показать это мы не доехали еще до марселя даже это еще до марселя ехать я ну я вам сейчас море покажу ему дальше поедем вот такой здесь собственно аншлаг аншлагович очень много людей еще и платная парковка ну и в общем я вам сейчас чуть позже покажу место которое мы найдем туда вот там за скалой марсель я думал этой скалы нет нет здесь и будет видно марсель а ее объезжать нужно железнодорожный мост каменный красивый природа здесь очень красивая конечно вот эти машины все здесь бесплатно стоят если кто-то успел они могут приехать припарковаться так если нет то придется там платить еще здесь вот три таких съезда есть вниз то есть дорога там проходит по центру подальше от моря а здесь съезды есть много шлагбаумов еще проезды к морю если более-менее такие какие-то симпатичные они закрыты то есть это вам не турция где можно в любом месте подъехать остановиться пойти покупаться вот видите все шлагбаумом закрыты знаками закрыт я помню я приезжал сюда на машине когда я путешествовал на яхте мы путешествовали по турции потом я прилетел сюда в стамбуле и я помню мы я взял машину и вот тоже здесь катался по побережью возле марселя сколько это уже лет семь назад пять было назад точно и я вот эти места помню очень красивые здесь рядом железная дорога проходит и такие пляжи но спуски учился поворотом будет вот здесь красиво я вот этот мост все помню и туда спуск у меня даже где-то в instagram stories есть тогда тоже здесь много машин было я хотел где-то припарковаться спуститься так и не смог ну и вот собственно вон там уже марсель я не знаю как нам ехать или объехать google не показывает эту зону а где марсель начинается пока знаков нет запрещающих останавливаться здесь по моему нельзя автобусная остановка в прошлый раз то же самое было я хотел остановиться сделать фотографии так и не смог парковку найти потому что люди приезжают купаться и полностью все обочину самого утра занимают и все здесь сначала будет порт а потом конечно там тоже в центре города по городу то есть через весь марсель можно вот так вот ли возле моря проехать там очень много красивых мест но не знаю туда либо пешком придется идти либо как вообще вот вот еще одна старенькая машинка ретро французы это дело любят решаем порт там круизные лайнеры стоят и не только круизные отсюда можно на французские острова на корсику по моему можно уйти и я вот эти места очень хорошо помню здесь катался тогда еще этого дурдома не было с этими зонами вот этот у меня даже где-то фотография есть вот эти вот японцы сумоисты держат контейнер до сих пор держат вот друзья можно отсюда заметить от начинается эта зона нулевых выбросов и уже отсюда вот она вернее она информирует что там через 150 метров она начинается и нужно развернуться и короче говоря заезжать туда нельзя как здесь стоят эти круизные корабли дымят коптят я вообще молчу ну на самом деле я честно говоря согласен с тем что они вот это делают ограничивают для старых машин конечно же им нечего делать вообще в городах больших тем более потому что они ломаются и дымят и коптят и короче говоря я с этим согласен честно говоря что они это сделали вот она эта зона и если вы видите все туда нельзя лезть а типа вот по трассе вот так вот через город можно проехать но это туннель он где-то под городом проходит по нему можно ехать проскочили марсель проехали вот этот город классис по-моему он что-то типа этого называется все забиты полностью парковки никак не подъехать к морю никак не покупаться узкие булочки и я вот сколько в таких местах проезжаю мне постоянно напоминают канадцев в турции они говорят ни в коем случае нельзя никогда лезть зимой на побережье в европу на южную часть это вообще летом самое неудачное место время туда ехать мы сейчас находимся в национальном парке собственно вот это вот то что я вам снимаю здесь практически вообще ничего нельзя в том числе и дронов нельзя и кемпинг нельзя и вот мы отъехали от марселя вот этот кассис проехали и дорога вот так вот постоянно проходит 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 возле берега здесь скалы и вот сюда мы приедем в итоге и потом дальше поедем по трассе туда на восток а здесь вот собственно такой отвесный обрыв причем он кверху идет туда как бы дальше выходит там по моему вот море здесь конечно же очень красивое не зря это побережье скалы называют Вазурным берегом страшно красиво никто не подходит поближе вот так стоят люди и прямо вниз здесь обрыв я не знаю не меньше 150 наверное метров 200 прям на краю никто не знает на самом деле когда эти камни куда отслоятся упадут здесь хорошо видно как это все шатко какая-то конструкция шаткая а вот в тот город мы не попали потому что там плотная застройка узкие улочки и все парковки были просто забиты даже на подъезде все было занято ну дорога здесь конечно же очень живописная причем основное шоссе магистрально но вон там проходит по центру ну ближе подальше вернее от берега и по всей видимости это старая какая-то дорога либо я вообще не знаю просто это национальный парк наверное здесь они сделали дорогу чтобы люди сюда приезжали гулять а некоторые люди вот приезжают вот так вот смотрят на море с утесов мы уже поехали спускаться вниз со всех сторон из-за того что серпантин идет со всех сторон у нас красота целую кучу можно здесь фотографии наделать если с марселя едете в сторону ницца обязательно проедете по этой дороге она называется ти 141 и она проходит по вот этому парку национальному единственный минус этой дороге что она очень узкая и периодически попадаются люди которые боятся там с краю ехать и они выезжают вот на центр ближе к центру и приходится потом их кто-то сталкивает назад это следующий наш город ну небольшой такой городочек деревенька даже больше наверное там порт есть и мы дальше туда едем по побережью сейчас уже будет теперь дорога идти туда в сторону ниццы мы проезжаем на один любопытный город он называется сиадата ла сиода ла сиода от города сити от названа от слова сити и в общем на любопытно что во время когда в европе свирепцовала чума многие города страдали от чумы погибали здесь этот город был портом портовым городом и здесь были запасы зерна всякого разного продовольствия и они короче закрылись и сказали все мы в домике нафиг идите все а франция вся страдала вся франция голодала и в общем кроме этого города потому что они закрылись и у них здесь была еда и они короче всем сказали идите лесом мы сами будем это зерно кушать и никого не пустили и он вообще практически не пострадал потому что здесь был карантин и соответственно никто не смог сюда привести никакую заразу и в общем никто не заходил никто не выходил все сидели на попе ровно даже какой-то марсельский по моему гарнизон сюда захотел пытался зайти и короче говоря их тоже не пустили вот пляжи битком забиты пляжи и сейчас наверное пока вечер не наступит к морю нас не допустят потому что помимо того что пляжи забиты еще и парковки близко всему забиты вся франция поехала купаться на юг да и не только франция вся европа приехали в прачечную вот такая здесь прачечная значит стоит 5 евро всего лишь можно загрузить 9 килограмм вещей либо 20 килограмм за 10 евро сушка стоит 3 евро 20 килограмм вот и 34 минуты в общем будет 60 градусов она стирать здесь еще можно лед купить тоже в аппарате все продается это находится все на парковке супермаркета там вот почту привозят amazon и вечером здесь ни одного человека нет здесь заправка люди сами тоже так же заправляют бензин себе без самостоятельно без кассиров подъезжают вот девушки и сами заправляют бензин вот наш автомобиль вот это супермаркет а там есть парковка бесплатно можно поспать а здесь электромобили заряжают там газ продают газ тоже можно самостоятельно купить кстати ну и вот собственно вот так они здесь живут вот а практически она вот прям вот ну вот так стоит короче вот прямо на улице а на сегодня концерт в ну что все местные швейцеры и бы ваше новое шансон а вы знаете что мы работаем много для города и для города и для города среди техники то есть среди техники это которые на шариво и динамик Субтитры создавал DimaTorzok Город Толон, по-моему, если я не ошибаюсь. Небольшой такой город относительно, ну по сравнению с Марселем. Я думаю мы здесь остановку делать скорее всего не будем. Проедем насквозь сейчас по побережью. Здесь во Франции сейчас сезон всяких разных ярмарков. Ярмарок? Ярмарков. Король левов. И, в общем, тоже такой небольшой городочек, но десноватый. Все в одном месте. Типичный французский город, короче. Платные парковки. Кстати, во Франции мы столкнулись с пробками. Много машин без крыши и пробки. Порт, собственно, Толонский. Это похоже на круизные лайнеры. Как минимум два их здесь стоит. И военно-морская база здесь крупнейшая, важнейшая в этом порту. А вот это бесплатная справа парковка, но найти место это просто будет удача, конечно. Это оказывается не круизные, это ферри в Италию. Паром в Италию. И вода здесь очень-очень чистая, прям буквально прозрачная. Вот он, этот морской порт. Я сейчас тут на лавочке себе открыл коробку с устрицами. 12 устриц. Скушал с удовольствием, с таким видом. С лимончиком. Свежайшие устрицы. Все-таки вот в каждой стране надо свои продукты кушать. В Испании хамон. Во Франции устрицы. Сейчас опять в Италию поедем пиццу кушать. Только что заметил, оказывается, там весьма серьезные корабли стоят. Вот это вот авианосец очень большой. И там тоже большие корабли. Да, у Франции очень сильный флот, конечно, тоже. Этот город уже намного спокойнее, чем был Марсель. И вообще все те города, которые мы проезжали. Несмотря на то, что здесь население 10 или 300 тысяч примерно. Здесь тоже есть фортификационные такие сооружения. Пляжи тоже есть. Люди либо спят еще час обед. Либо просто здесь город не такой бешеный, который мы города проезжали до Марселя и возле Марселя. Там просто прям яблоко вообще на пляжах не было негде было упасть. Все парковки платные, все парковки забиты. Здесь намного больше бесплатных парковок. И на пляже не так забито, как там. Было прям забито сильно. Ну и припарковаться можно так. Это приватные парковки. А здесь на два места парковка. Но зато бесплатная хотя бы. В парк люди приходят. Будний день приходят. С детьми приходят. Если я не ошибаюсь, прям бесплатная возле пляжа парковка. Там никаких шлагбаумов, по-моему, нет. Или есть. А есть там просто будка секьюрити, охрана. И все. Вот так парковка бесплатна. Но барьер 1,9 метров. Я думаю, мы проедем. Два метра мы проезжаем. Нужно вот мне 1,9 попробовать проехать. Поэтому на машину нельзя, когда вы едете в Европу особенно, нельзя ставить всякие вот эти багажники. Еще что-то. На высоких машинах нельзя в Европу ездить. Здесь машина должна быть вот 1,9-2 метра максимум. Чтобы вы спокойно себя могли чувствовать на всех парковках. И на всех кораблях. Приехали еще в какой-то город следующий наш. Я уже не знаю. Они тут один за другим идут. И вот такие вот города мне по душе. Он тихий, спокойный. Вот это все в Марине. Бесплатные парковки. Вон там пляж. Мы здесь по сути даже и спать могли. Сейчас я вам все покажу. Машинки попадаются периодически раритетные. Но меня единственное смущает вот в таких городах, что они ставят противоугонку на руль. Я думаю, это связано с тем, что все-таки здесь есть криминал в этих городах. А вон Мерседес, Геленваген. И у него тоже резина такая же, как у меня. Вы говорите, зачем я резину делаю? Чтобы была. Это порт. Марина. У меня за спиной пляж. Сейчас вам покажу. Вода прозрачная просто. Чистейшая. Чуть вечерочек дует. Но все равно спокойно. И здесь во Франции, кстати, топливость. Никто не загорает. Ай да, вот принято, наверное, в Испании. Еще в каких-то странах. В Италии. Здесь тоже можно зашвартовать вот такие яхты. Снять в аренду на большую компанию. Это, по-моему, мы сейчас поедут дайвингом заниматься. Да, вот эта лодка для дайвинга. Вот яхты пошли. Здесь еще не такие прям роскошные яхты. А вот туда, ближе к Ницце, ближе к Сан-Тропе, к Монако. Там будут прям, конечно, пипец яхты какие-то стоять. Ну, мы чуть позже там окажемся. Все вам покажем обязательно. Вот этот вот город мы проехали Прадье. Прадед. Это место находится рядом с этим городом. Полуостров рядом с тем местом, которое я вам показывал. И все парковки бесплатные, вот такие вот здесь. Ну, на обочине кто-то паркует, либо внутри там на грунте. И практически все занято. Вот здесь только начали появляться места. Здесь, кстати, вот этот автобус. Они, видимо, спали. Здесь австрийские номера. Причем попадаются машины абсолютно разного класса вообще и стоимости. И вот опять 1,9. Вот если туда как бы вовнутрь заезжать, то 1,9. Только вот здесь начали места появляться. Я километров 10, наверное, проехал. Сейчас все приехали на пляж. Несмотря на то, что сегодня среда, обычный день, люди приехали купаться. Здесь вообще какой-то пипец. Вот эта вот дорога, там написано, что стоянка запрещена. Но люди все равно поставили, видимо, на свой страх и риск. А вот это вот в очереди стоят 3 машины. Они ждут, пока кто-то с парковки выйдет, чтобы им заехать. То есть неизвестно, когда они смогут туда заехать вообще. Это тоже сюда ждут. Платная парковка, все битком забито. На самом краю здесь такое вот сооружение. Типа какой-то крепости, наверное. И, ну, пожалуй, самое интересное, это вот здесь море. Это прозрачно. И здесь еще есть вот такой Шерри терминал. Он возит людей вот на соседние острова вот здесь, остров. И там, за этой крепостью, тоже есть еще остров. Наверное, там вода еще чище. То есть здесь и так прозрачная вода. Просто как в ванной. Как на Мальдивах. А там, видимо, еще чище вода. И, смотрите, они сделали скамейки вот с такого массивного дерева. То есть полностью одна скамейка. Это целый кусок дерева. Плюс ко всему, чтобы туда зайти, нужно 8 или 15 евро заплатить. Скорее всего, 15. Вот там вход платный. Ну, я думаю, здесь вообще особо ничего делать. Я там еще припарковал так не очень удачную машину. Вот так он выглядит. Два здания. И подземная какая-то еще катакомба. Вот в разные года он выполнял разную роль. А вот как раз кораблик. Он везет туда людей. Ну, они, видимо, там покупаются и вечером назад вернутся. Еще что самое интересное, что эта парковка стоит 8 евро 4 часа. И вот люди приезжают как бы на... Ну, позагорать на 3-4 часа платят 8 евро. Конечно, нам с европейским уровнем жизни еще очень далеко до этих цен. То есть для них это как бы нормально. Вот все стоянки забейте, пожалуйста. А автодома здесь. На въезде. Туда их не пускают, они все здесь. Вот это тоже. Сейчас пошла тенденция, но вот такие автодома они делают из бусиков себе автодома. Ну, по сути, это правильно. Потому что необходимости в таком большом автодоме, если вы вдвоем, втроем, даже вчетвером путешествуете, вообще нет. Вот сюда человек заехал. Это уже наше местное, наверное. Во Франции тоже любят джипы. Вот особенно Прада, Тойота, Ланд Крузер, 200, 100. И они тоже вот лифтуют их. Это у него там на крыше спальник, двухдверная машина. У нас начинается вот такая вот красивая дорога. Впредь мы будем исключительно ехать по побережью. По таким видам красивым серпантинам. С левой стороны горы, зелень, парки. А справа море красивейшее. Вот еще одна двухсотка. Ребята тоже подготовили, только я не понимаю, куда они ездят. Здесь во Франции, где они бездорожье такое находят. Там прям подготовлена серьезная машина. Все пляжи просто битком забиты. Как вот в Одессе пляжи летом. То же самое здесь. Вообще яблоку негде упасть. И что самое интересное, что пляжи каких-то таких диких здесь нет. Куда бы приехать, чтобы никого не было. Чтобы побезздоровить. Только по асфальту вот так вот. На платной парковочке. И идите вон там. Пробки. В Испании не было таких пробок. В Испании вот дороги, которые с пляжами рядом проходят. Они какие-то такие все широкие. С большими парковками бесплатными. С душами. Я на берегу моря. Вон там кемпинг. 25 евро для автодомов. И 7 евро. Вот люди платят за машины. Платят 7 евро там пыль. Грунт. И вот они просто вот так стоят здесь. Довольные платят. Да, конечно. Ну, море здесь очень красивое. В принципе, мы могли спокойно 7 евро заплатить. И встать здесь. Но вот это когда пыли. Это просто пипец. Не окна открыть, не двери открыть. Сразу вся машина в пыли будет автоматически. Поэтому мы поедем дальше. И нам надо еще дальше проезжать, проезжать, проезжать. Чтобы здесь не задерживаться. А то так здесь можно и долго ездить. На самом деле. Мест очень много красивых. И мне вот интересно, почему нет этих мест. Если более-менее какая-то такая парковочка. Сразу все забито. И сразу все платное. Ну, частная, видимо, территория. Проезжаем очень красивые места. Вот с такой вообще водой лазурной. Но очень тяжело подъехать. Вот если место только более-менее хотя бы где-то можно было бы купаться. Все автоматически сразу. Парковки нужны и так далее. Для меня, честно говоря, большая загадка. Почему люди приезжают в Сан-Тропе. Здесь сейчас проходят какие-то фестивали или карнавал или еще что-то типа этого. И вот парковка вот эта вот в порту. Одна из самых крупных. Она просто забита. Она стоит около 10 евро 3 часа. 3-4 часа. И вот человек заезжает на эту парковку. А места он себе найти, короче, не может. Потому что сейчас сезон. И плюс ко всему они какие-то мероприятия тут устраивают. И просто здесь... Ну вот люди едут, хотят найти место. Он там тоже ищет. А, он выезжает. Это вот сейчас кому-то повезет. Вот один выехал. Сейчас за ним сразу машина моментально, видите, заехала. То есть место... Я не знаю, как мы нашли вообще место. На всяких разных машинках приезжают. Старых, новых. Вообще. Да, здесь, конечно, куча яхт всяких разных. Крутых. И не очень. Но все те же самые яхты есть и в Гачеке. И в Ницце тоже. Не знаю. Я, в общем, здесь в Монако тоже много яхт. В Монако, в принципе, то же самое творится. Такой же турдом. Ну, и я как бы здесь не был. Ну, не могу сказать, что мне прям очень здесь нравится. Я вот сейчас только пошел погулять. Еле как припарковал машину. И посмотрим. Лодок всяких яхт, конечно, очень много. Одна прям круче другой. И, естественно, здесь концентрация всякого вот такого. Очень высокая концентрация состоятельных людей, концентрация дорогих машин, концентрация больших лодок всяких разных. Яхт, супер, мега яхт. Здесь она, конечно же, зашкаливает. Я, наверное, такого количества из классов даже у нас в Алма-Ате не видел. Из классов и Геленов прям вот просто на каждом шагу. Ну, не знаю. Я могу представить, сколько здесь швартовка стоит. Наверное, каких-то вообще тоже невероятных денег. Нордстар яхта. Нужно отметить, что вот эти вот все яхты, супер яхты, мега яхты, они в основном предназначены для того, чтобы их фрахтовали, снимали в аренду. И, то есть, для того, чтобы их сдавать в аренду, чтобы кто-то на них, грубо говоря, ходил на этих яхтах. То есть, эти яхты очень редко, ну, у кого-то просто в собственности и кому-то просто принадлежат, что они ими просто пользуются. В основном, это, даже если кому-то эта яхта принадлежит, все равно он ее сдает любым желающим людям в аренду и так далее. Ну, круто, конечно. Круто, и если верить сведениям с интернета, если я правильно прочитал, то Сан-Тропея, но территория Сан-Тропея, это, ну, очень маленькая такая деревенька, и она в частной собственности, в чьей-то. Я, честно говоря, даже так и не понял до конца. Здесь вот зарядные станции Чадема, можно прям своей карточкой сразу заплатить, вот такой разъем. Только где парковать машину? Ну, видимо, прям здесь припарковал, и прям здесь сразу же заряжаешь машину. Вот, чтобы этот, не запачкать яхту. Вот тоже яхта крупненькая. Просто какое-то бесконечное здесь скопление, причем со всей Европы. С Германии очень много, с Бельгии, с Бельгии вот еще. Они тоже такие золотинки делают, как и я, на стекло, чтобы не жарко было внутри. Богатым тоже бывает жарко. Любых, друзья, цветов. Вон там вообще черная яхта. Она, конечно, круто, очень эффектно выглядит, но как на ней будет жарко, какая палуба горячая. На каждой яхте охрана. Это просто пипец. А здесь рыбу даже никто не ловит. Рыба косяками. Прям возле яхты. Здесь, видимо, рыбалка запрещена. Ну, или просто здесь она нафиг никому не нужна, эта рыба. И рыба здесь прям кайфует. И многие вот эти вот на лодках, короче говоря, которые канаты вяжут, многие из них девушки. Матросы. Матроски. А вот Бентли с Монако припарковался, и тут же сразу им штраф лепили, по-моему. Или это... А, нет. Это реклама. Видимо, он может попарковаться. Мега популярное место. Просто невероятно. Какое оно популярное. И, судя по всему, если это место частное, я вот не могу понять, мне не верится почему-то, что этот целый город может быть частным. А его, скорее всего, охраняют люди, ну, с какого-то охранного агентства. Вот оно, черное, яхта эта. Конечно, она мега эффектно смотрится, но представьте себе, как она греется на жаре, на солнце. Яхта это как бы, ну, зимнее такое, летнее транспортное средство. Понятно, что там работают кондиционеры и так далее. Ну, круто, что сказать. Это, наверное, вот из той же области ожидания и реальность. Вот, сколько здесь картинок. И наберите в гугле Сантропеза петь. Как там это все будет выглядеть. Я ничего плохого не хочу сказать про это место, но мне кажется, оно просто переоценено. Конечно, тем людям состоятельным, которые заходят сюда на своих яхтах, там заняться какими-то своими делами, им вообще абсолютно наплевать на наше мнение. Ну, все равно так или иначе. Шарм определенный, конечно же, есть у этого места. Вот эти балкончики вообще просто нечто. Люди как в музее живут. Постоянно у них что-то новое. Встречаются рестораны прям вообще очень красивые, конечно. И вот люди, по всей видимости, ждут. Это либо какая-то прогулка будет, либо просто фейри. Куда-то здесь, ну, на яхте можно, типа, прокатиться. Да, это на лодке. Можно здесь экскурсию такую сделать. Вот с июля до конца августа. То есть это сезон отпусков как раз в Европе. Вся Европа едет отдыхать. И поэтому здесь вот очередь вот так вот. Вот два квартала. Приехать в Сан-Тропе, чтобы постоять в очереди. Там старый город. А еще самое интересное. Я сюда заехал как бы по горам. Ну, я знаю уже в Европе, как здесь передвигаться, чтобы в пробках не стоять. И заехал по горам, без пробок, все нормально. И уже в центр, вот я в центре оказался, в Сан-Тропе. И я ставлю выехать, ну, буквально вот за окраину, куда-нибудь на край. И навигатор мне рисует 58 минут 5 километров. По-моему, у нас даже в Алмате таких жестоких пробок нет. Такая осталась крепостная стена, старая, на которую можно подняться и увидеть, какой здесь трафик сумасшедший. Просто яхты куда-то плывут, идут. Выходят, заходят. Сан-Тропе. Ну, место, конечно, очень раскрученное. И олигархи его почему-то любят, потому что вот прям со всей Европы едут сюда, едут без остановки. Не знаю, что их здесь привлекает. А еще, что самое интересное, у них здесь пляж есть. Общественный пляж. Вот так выглядит сан-Тропе. И все, кто не знал. Здесь рядом с этим пляжем вот такая тропинка проходит, по которой люди ходят, боятся намочить свои босоножечки. А здесь вот прям вот так вот через три метра люди шибут жилые дома. Нужно отметить, что в этом городе или даже это деревня, я не знаю, что это, есть определенный какой-то такой шарм, которого и вообще ни в одном другом городе нет во Франции. Ну, может быть, что-то типа Монако. Но все равно в любом случае города не будут похожи друг на друга. Каждый город он по-своему свой какой-то такой характер имеет и все свое такое. Свою самобытность какую-то. А вот вам цены на недвижимость в этом регионе. 3,5 миллиона, 7 миллионов, 2 миллиона, 3,5 миллиона, 2 миллиона. Ну, вот самое бюджетное это, пожалуй, 470 тысяч 45 квадратных метров квартирка. А еще любопытно то, что здесь в Сан-Тропе у вас будут подаяния просить люди не с обычными собаками, какими-то дворняжками, а именно с породистыми собачками маленькими. Причем симпатичные девушки. Это, конечно, нечто. Вообще. У них даже обычные вот эти какие-то входы дома в обычных домах какие-то уникальные лестницами украшены необычными таким. Очень много красивых людей. собачку пришли поить. Собачка пить захотела. У собаки специальная есть бутылка, из которой она пьет. а это у них вот такой вот рыбный рынок. Чистейший просто. Идеальная чистота. Вообще даже намека никакого нет на запах. возле каждого прилавка свои умывальнички. И очень чисто. Здесь у них, конечно же, собраны все бренды возможные. Какие только возможно. Луи Виттон, Булгари, Валентина, Джимми Чу, Рулюкс, Финди. причем они вот в таких вот магазинчиках маленьких неприметных. Вроде бы какая-то забегаловка, а там товары на миллионы долларов. Ну место естественно уникальное. Полинсиага, Каролина, Херера. Все на одной площади. Вот это похоже на площадь города. И все все вот эти магазины, которые только здесь есть. Они здесь все представлены. А нет, у них есть жандармерия здесь. Получается нечастный город, жандармерия есть. Не может жандарм частный город охраняем Диор. Все фотографируют магазин Диор. По всей видимости, Диор выкупили выкупили наверное все здание и сделали там себе магазинчик. Да, здесь платные такие парковки есть. Ну, государственные я имею ввиду. А, там вечериночка какая-то в этом Диоре сегодня. Поэтому все фотографируют. Все бренды, вот все, какие только можно себе представить, они все здесь есть. И здесь почему-то есть места. Видимо, они ограничили въезд сюда. Здесь односторонняя полоса и, скорее всего, там закрыли. Здесь BC-банк естественно есть, потому что очень много азиатов приезжают, и они, конечно, здесь деньги тратят. Ну, и этот город можно за пару часов на самом деле обойти, потому что он очень маленький. Вот мы там заехали, и там дорога в порт. все. Парк. Во Франции любят вот так парки, когда они у них с песком, просто без покрытия. Я не знаю, почему. Все парки, даже в Париже возле Эйфелевой башни там или еще где-то, парк будет вот с таким покрытием с Грунтова. Играют они здесь в эту свою игру обязательно же, куда без нее вообще. Вино пьют. вечером здесь просто невероятный какой-то кипиш начинается. очень много заходит лодок и места все меньше и меньше и они как-то здесь умудряются пришвартоваться. Малюсенькая вообще Марина. Очень маленькая. Все так тесно, все друг на друге. Ну, вот по Франции это любят. Вот такая пробочка здесь на выезде. Уже поменьше. 7 километров 34 минуты было 50. Вот это все побережье вот Сан-Тропе и все что напротив это все пробка здесь. Здесь такое заведение отель 5 звезд кубик рубик молоко по всей видимости это наши русские здесь бизнес делают. В общем мы решили здесь остаться в этом краю покупаться пока пробка может быть даже и заночуем здесь хорошее место прямо возле пляжа и вот здесь вот интересно написано как они это все чистят во-первых во-вторых вот туалетная бумага 3 месяца картон до 1 года жвачка до 5 лет и вот здесь прокладки женские пластиковые пакеты пластиковые бутылки сети еще что-то до тысячи лет разлагаются пробка не заканчивается в принципе здесь не жарко не очень сильно шумно и я думаю чуть позже они все-таки успокоятся и мы наверное уже в ночь никуда не поедем скорее всего может и поедем не знаю в принципе здесь хорошее место можно поспать провести ночь набраться сил и уже завтра ехать искупаться утром в море в чистейшем прям тут все под боком яхты олигархов все приходят приходят вот эта большая тоже яхта очень много яхт стоят на якорной стоянке просто не заходят в марину потому что там ну капец как тесно я бы наверное тоже если у меня была бы яхта лучше здесь бы пришвартовался и на лодка есть у каждой яхты и на этой лодке туда бы в принципе хотелось и мне надо было вид из окна сегодня даже наверное если вы поедете в Сан-Тропе то тяжело будет найти отель чтобы вот прямо вот так вот окна выходили на залив и вот эта вот яхта сейчас они включили все светильники примерно столько же света излучает сколько там вот эта деревня которая напротив они борются за то чтобы было меньше выбросов закрывают там целые зоны делают в городах закрывают от старых машин а на самом деле приходят вот эти корабли большие яхты приходят и дымят как сумасшедшие здесь яхта яхта яхта